Всем привет! Сегодня снимаю необычное видео, пользуюсь случаем, что ко мне аж из России приехала моя мама. Приезжает она очень редко и я должна воспользоваться этим случаем. Сегодня мы с вами оценим, глядя на меня и на мою маму, какие меня в дальнейшем постигнут проблемы, скажем так, проблемы с лицом, проблемы в типаже старения, чтобы отследить по наследственности. Глядя на свою маму, внимательно, очень четко вы можете себе сложить план действий в процедур и не тратить лишние деньги на какие-то кремы, либо же косметологические процедуры, которые вам не нужны, потому что, пользуясь принципом наследственности, вас те или иные проблемы могут полностью обойти, да? Вы совершенно не будете похожи на свою соседку, но очень будете похожи на свою маму с возрастом. Вот поэтому мы сейчас это и сделаем. Посмотрим, я внимательно посмотрю на свою маму, вы вместе это сделаете. Итак, начнем с самого главного. С самого главного. Значит, первое, что я вижу, я еще буквально лет 15 назад заметила, что у нее очень плохая кожа вокруг век. То есть это значит, что кожа вокруг век, и у меня, в принципе, довольно рано стали появляться мимические морщины вокруг век. Что это значит? Это значит, увлажняющие программы для мамы это мастхэв, это обязательно. Для меня это тоже уже обязательно. А вот для моей сестры, которая младше на меня на 13 лет, это уже желательно. То есть, начиная с возраста 25+, нужно уже ухаживать за кожей век. Не нужно использовать каких-то сильных облаживающих средств, но увлажняющие маски это обязательно. Зато я что вижу, у нее нет синяков под глазами, у нее нет припухлости. Это значит, что это мне тоже не грозит. И можно много пить воды на ночь, что я очень и люблю, собственно. Ну, ставить горшочек там под диван или под кровать. У меня немножко мама сегодня подбитая, потому что два дня назад мы делали и татуаж век, и татуаж бровей. Она вдохновившись моими бровями, она решила себе тоже. Дальше. Потом немножко я вижу немножко морщины на лбу, но они не критичны. Если видите, у нас с мамой тоже обе короткие челки. Короткие челки нам еще можно поносить. Потом, определенный, как это сказать, каких-то морщин вот крупных по лицу, морщин крупных нет. Да, есть область подбородка, которую какие-то лифтинги нужно использовать. То есть в дальнейшем я тоже уже сейчас начинаю работать над этой областью, чтобы она не опустилась. Но сказать, что очень сильно стекшие какие-то есть такие вот, как бульдожьи щечки бывают у женщин, вот здесь вот, да, вот возле подбородка, у нее нет. То есть каких-то вот подтяжек лица в дальнейшем делать не нужно. Но заниматься областью уже сейчас, укреплять при помощи специальных тренировок. Кстати, у Синди Крофер тоже есть хорошая такая вот процедура. О, мама мне подсказывает массаж лица. Массаж лица, да. То есть очень хорошо тоже ей понравилось, она проходит массаж лица. Сильных морщин на шее я не вижу. Да, кожа уставшая, скажем так, но так, чтобы прямо сказать, что она сильная в морщинах, я тоже не скажу. У меня вообще мама красотка. Чуть-чуть только веки, да. Веки в порядок привести и все. Кожа в целом вот она не сухая, то есть она не сушеная, да, потому что благодаря тому, что расширенные поры я вижу сейчас. Да, может быть они с возрастом расширяются сильнее, но это не, по крайней мере, это не будет очень сильно кожу сушить. То есть, фактически то, чем я показывала вам в прошлом уроке, это вот немножко от сидячей работы, немножко вот здесь вот появляется, ну это не горка, я не знаю, как это назвать, такой вот хребет, что ли. Что касается кожи рук, кожи рук, я вижу, что стали появляться пигментные пятна небольшие, вот такие вот, да это как бы такими точечными, точечными. А это значит, что кожа рук должна быть тоже в стадии внимания. Может быть пилинг поможет. Кстати, выделяются сосуды, у меня после рождения второго ребенка тоже стали выделяться сосуды. Я надо проконсультироваться, что это сделает, что это с косметологом, что можно с этим сделать, чтобы они так быстро не проявились. Конечно, тяжелые сумки я не ношу и сейчас, но, наверное, опять-таки, учитывая наследственность, вот синие сосудики, вот какие-то крупные. Ну не ношу я тяжелые сумки, но у меня тоже вот уже стали появляться, вот здесь вот уже стали выделяться сосудики. Тоже надо подумать, как это сделать активную профилактику. Вот. И небольшие пятнышки, то есть такие вот точечные. Знаете, как это, когда я делала урок, вы, наверное, его видели, называется детектор жилья косметолога, то там есть так называемая функция скрытой пигментации, когда аппарат определяет скрытую пигментацию. Так вот, по всей видимости, это очень похоже на ту скрытую пигментацию, когда с возрастом то, что мы не видим сейчас, оно вылазит вот так вот точечно, но оно вылазит. Надо подумать, что с этим сделать, я пока еще не знаю, буду консультироваться, если интересно, вам тоже расскажу. Теперь по поводу вот этих вот морщинок, так называемых марионеточных морщин. Я вижу, что вот здесь вот заломы возле губ не сильные, не очень сильные, да. Я так надеюсь, что и у меня тоже не будет вот так называемой марионеточной морщины. Есть небольшая носогубная складка, но ее можно решить в дальнейшем. Ну и маме сейчас в своем возрасте, и мне в дальнейшем при помощи филлера, когда филлер вот здесь вот как укол красоты, накачивает немножко косметолог, правильный косметолог щеки, скулы, да, и тогда чуть-чуть приподнимается область вот этих вот морщинок, носогубных складок. Ну, в принципе, так и все. Чуть-чуть вот здесь вот учитывать. Даже у моей сестры, и у нас с ней разница 13 лет, младшая сестра, но у нее тоже, я вижу, есть склонность вот к подбородку. Ну, я думаю, это все равно легче, это просто используется липолифтинг, жиро, такие специальные жироразбивающие процедуры, и не обязательно это уколы, это могут быть и при помощи аппарата, но я знаю, что это LPG, LPG-аппарат массажный тоже решает эти проблемы, то есть разбивает жир вот в этой области, которая откладывается неравномерно. Ну, теперь посмотрим, что касается вообще фигуры. Вот что мне не грозит, так это вот сильное располнение в области рук, в области бедер. Сейчас я опущу чуть ниже. У меня у мамы достаточно хорошая фигура для своего, скажем так, возраста. И нет вот таких каких-то сильных, сильных, сильной полноты. О, да ты что, сейчас еще покрутишься, все так окраснило. Ну, красотка. А, вот еще один момент. Я заметила, что у меня у мамы животик появился очень рано, и вот этот животик, ну, такой небольшой, конечно, это не очень сильный, не сильно свисающий, но тем не менее он есть. Сейчас в черном платье так не очень заметно, но вообще, думаю, что область пресса, пресса, это моя область. Ну, вот так, в целом. В целом, да. В целом, да. А вообще похоже, да? Похоже. Похоже, красотка, похоже, в целом даже... Сколько дней? Похоже, красотка, 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 похоже, крас